Сейчас я покажу вам одно упражнение, направленное на то, когда на мешке можно отрабатывать реальную тактическую схему. Сначала эта схема работает на свободно качающемся мешке, потому что у него подвижность гораздо меньше для того, чтобы понять саму технику. Потом это делается на пневматическом мешке, который имеет еще растяжку. Или на тяжелой такой же капле, которая имеет очень жесткие растяжки, для того, чтобы быстро вернуться назад. Стритфайдинг диктует особые законы. Он отличается от спортивного и даже профессионального бокса, и тем более от спортивного каратэ. Поэтому в некоторые моменты мы работаем совершенно по-другому. Например, в уличной ситуации мы работаем с опущенных рук. С опущенных. Начнула. Неожиданно, быстро, без подготовки. С руки опущены. Ну да. Но противник может оказаться готов. И несколько реакций у этого противника. Первое. Он откачивается назад и тут же производит контратаку. Это хорошо подготовленный противник. Либо он делает уклон, нырок, уклон и делает контратаку. Раз-два. Раз-два. Так может быть. Либо он просто уходит назад. Назад. То есть вы его бьете, а он отскакивает. Тоже бывает. Но это вариант самый простой. Тогда вы можете просто продолжить дальше свою технику. То есть удалить. Бам. Видите, он уходит. И стали. Вот это они. Все. Пошли в атаку. Мы сейчас оснатрируем. Видим такой вариант, когда противник не боится и будет контратаковать. Я говорю, что мешок не сильно динамичный. Но зато очень хорошо на нем можно отработать эту технику. Вот вы нанесли прием. Это глава противника. Если вы попали, очень хорошо. Да, я забыл смотреть вариант, что вы можете попасть. Но это может все и закончиться. Либо вы еще продолжите технику. То есть ударили и добавили. Ударили и еще добавили. Так можно сделать. Ну вот он ушел. Ушел. И делает контратаку. Вот так. В голове. И он. Бум. Он хочет вернуться. Мы улетели туда. Не щелкнули. Просто по челюсти. А решили занести хороший удар. И он у нас ударил. Чтобы этого не произошло. Представьте. Это голова. Она прилетела сюда. Значит, какой выпад огромный может сделать оппонент. Поэтому вам надо уйти. Защититься несколькими типами защиты. Первое. Это надо разорвать обязательно дистанцию. Дистанцию. Второе. Сделать защиту маневром. То есть уйти назад. И сделать перед этим еще защиту маневром. То есть уйти назад и в сторону. И при этом сделать еще защиту контратакой. То есть остановить его. Сделать удар вперед прямой. Ну превентивный. Левой рукой. В голову. Можно в корпус. Можно в пах. Мне вот очень нравится бить в пах. Но груша предполагает удар по голове. Целиком это выглядит следующим образом. При правильном выполнении вы не бьете на мешок. Левой рукой. А останавливаете. Вы уходя назад устанавливаете жесткую трансмиссию. Такую. Как будто в землю уперли кол. А второй конец этого кола выставили. То есть противник на удар должен напороться сам. Так останавливали в старину даже конницу. То есть упирали коле. И вот так выставляли. И колом останавливали влекание бегущих. Один человек мог остановить. Или несколько человек. Но здесь то же самое. Дело в том, что если вы движетесь назад, то выставленный вперед удар, как если вы стремиться будете им еще бить, это раздрай. То есть вы движетесь, всю массу тела кидаете назад, удар ставите вперед. Поэтому на силу руки, на то, что вы вложитесь туда в удар, всей массой тела рассчитывать не приходится. Почему? Масса-то движется назад, а вы руку ставите вперед. То есть силу массы тела в силу не вложите. Поэтому вся ваша сила будет заключаться в том, чтобы в миг, когда произойдет соприкосновение руки вашей с оппонентом, ваше тело станет подоблено этому колу, или бревну, или статуе. То есть оно станет просто каменным. Вот. Это надо рассчитать, что называется. Это и тренируется. Поэтому сам этот мешок должен остаться на месте. Нет лететь куда-то. И еще такой нюанс. Если ваши удары точные, то мешок не будет болтаться над репсовидной трехферикой. Вот так вот. Он будет двигаться четко вперед и назад. Ну а теперь посмотрите, как это все происходит. Руку ставите до конца разогнуть. До встречи от противника. Чтобы трансмиссия была максимально жесткой. Без шага с места. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...